В Гайском округе на берегу Реклинского водохранилища состоялся областной праздник башкирской культуры Сабантуй-2017. Почетными гостями праздника стали губернатор Юрий Берг с супругой и руководители муниципалитетов Оренбуржья. На Сабантуй состоялось награждение лучших тружеников сельского хозяйства и активистов башкирского движения Оренбургской области. Подарком участникам праздника стала большая концертная программа, подготовленная творческими коллективами Оренбургской области и Республики Башкортостан. Кроме того, на праздничной площади развернулись национальные подворья, где были представлены выставки традиционных народных ремесел, декоративно-прикладного творчества и национальной кухни. Добрый день! Мы рады приветствовать вас на нашей бесцеприимной гайской земле на областном празднике башкирской культуры. Знак глубокого уважения прошу ответить на наши национальные блюда Чак-Чак. Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наши бабушки ткали, вы знаете, деревушки такие. А сейчас это очень модно, сейчас возрождается народное искусство, экологичное очень. Можно подбирать красивые цвета, комбинировать с лоскутным ткачеством. И вообще это, я считаю, очень интересно. А покажите вот сам процесс, как он проводит? Ну, в общем, вот посмотрите. Вот нити при плетении, получается, когда получается зевт. Я вот смотрю, когда у меня получается зевт. Наверное, когда я опускаю. То есть нити должны быть обычно скрещены. И за счет этого получается строчка. Сейчас я внимательно посмотрела. И у меня должны быть вот эти вот ниточки, которые в щелчках, они должны быть наверху. То есть я их вот поднимаю. У меня немножко расстроенный станок. Потому что трудно его в полевых все равно условиях настраивать. Я торопилась. Вот. А так вот, вот так вот. Посмотрите. Я внимательно смотрю, чтобы у меня уточка по волнам шла ровненько-ровненько. Чтобы сбоев не было. Вот видите? Вот. Вот так раз-раз-раз-раз-раз-раз. Внимательно. То есть если настроишься внимательно, то можно за день метра три-четыре. А вы знаете, в Икее продают такие. Полтора метра шестьсот рублей. Ну, три-четыре метра наткать. Вот. Это очень легко делается при соответствующей сноровке. Вот. Внимательно просто сидеть, смотреть. Это любой ребенок. Это дети у нас в художественной школе. Вот. Такими вещами занимаются. То есть мы возрождаем народный промысл. И вот получилась строчка. Видите? Строчка. Скажите, пожалуйста, что вы сейчас делаете? Что это такое? Это прялка ручная. Это шерсть. Вот застригается. Барашек, да? Шерсть. Потом получается. Вот она. Даже не мытая, грязная. Обычно так придут. Чем тоньше шерсть, тем мастерица искуснее получается. Считается, вернее. Ну а потом вот такие изделия получаются. Вот шали, носочки, варежки, ажурные. Мы представлены сегодня в трех юртах. Вот это главная гостевая юрта. И здесь представлены, конечно же, угощения. То есть традиционные башкирские блюда. Бурсак, чак-чак. Это вареное мясо. Это корот. Значит, творог. Красный творог. Это хворост. То есть национальные блюда, которые действительно бывают и готовятся традиционно в республике Башкортостан нашими умелицами. Областной праздник башкирской культуры собрал гостей самых разных национальностей. Здесь и русские башкиры, и узбеки, и казахи. И все чувствуют себя одинаково хорошо. Нам посчастливилось угоститься настоящим узбекским пловом. Секрет его приготовления мы вам сейчас раскроем. Килограмм риса, килограмм баранины. Обязательно улыбнитесь и добавьте хорошего настроения. Я думаю, праздник удался. Самое главное, что это праздник народный. Вот он поистине народный. И вот эта традиция, которая есть в нашей области, проводить областные праздники национальных культур, она много лет живет и, я уверен, будет жить еще. Самое главное, что в Оренбуржцах, что люди всех национальностей стараются сохранить свою культуру, передать ее молодому подрастающему поколению, чтобы будущее не забывало прошлое. Я думаю, что этот праздник, наверное, дал заряд энергии и бодрости всем жителям нашей Оренбургской области и способствовал единению наших народов на территории Оренбургской области и не только. У нас 126 национальностей. Если мы будем с уважением относиться к каждой национальности, знать хотя бы азы их культуры, нам намного будет проще завязывать диалог, намного будет проще завязывать экономические связи, культурные связи. Ну, я думаю, это будет только на пользу в развитии территорий. Продолжение следует...